Здравствуйте! Мы представляем дизайн-бюро Open Interiors. Это Анна Павлюк и Мария Шигдемир. И мы хотели бы сегодня обсудить тему честный дизайн, проблемы заказчиков и дизайнеров во взаимодействиях и рассказать особенности российского рынка. Тема, которую мы сегодня заявили, она такая достаточно громко звучит. Честный дизайн, да? Что это такое? Но тот, кто занимается дизайном, как-то соприкасался. Я думаю, уже догадывается, о чем пойдет речь. Хотя бы немного. Мы хотим рассказать, как устроен дизайн в массовом сегменте, в чем заключается, собственно, обман и со стороны дизайнера, и со стороны заказчика, в чем их дисконнект происходит, почему потом дизайнеров называют обманщиками или какими-то непорядочными людьми. И мы хотим предложить некий сценарий, как этого избежать, чтобы все-таки у нас наладились хорошие взаимоотношения, и мы выдавали качественные продукты. Заказчики, собственно, были довольны этими пространствами, которые мы создаем. Мы представляем бюро Open Interiors. Я и моя партнер Вероника Табенская, сейчас нет с нами, она в отъезде. Мы основали это бюро в 2015 году, то есть мы уже 7 лет на рынке. Нами реализовано несколько ресторанов, сеть косметических салонов, жилые интерьеры как квартир, так и многоэтажных жилых домов. Мы за продуманный дизайн, мы за архитектуру с грамотным зонированием, с грамотными пропорциями, с проработкой текстиля, декора. То есть все, что отражает индивидуальность заказчика в правильной архитектурной конве. Бюро работает не только с частными интерьерами, но и с общественными, как я и сказала. Кроме того, мы придумываем и реализуем экстерьерные проекты. Это малоэтажные жилые дома и, скажем так, строение на участках. Это может быть беседка, веранда, навесы, то есть которые тоже имеют определенные архитектурные ценности. Они могут быть не заурядными. Собственно, я являюсь главным архитектором этого бюро. Главный архитектор, сооснователь, партнер, идеолог. В общем, один из головных мозгов этого бюро. Почему я имею право сидеть и, собственно, вещать вам о честном дизайне? Потому что у меня есть определенное образование. В 2010 году я закончила как инженер-архитектор университет. Потом проектирование зданий у меня была такая специальность. В Москве я уже закончила школу деталей, всем известную, как дизайнер-декоратор, множество курсов Международной школы дизайна имени Баумана, Высшая школа дизайна и те же самые детали. Собственно, богатое образование, богатый опыт, разносторонний, как строительство зданий крупных, многоэтажных жилдомат. Даже вот такой опыт у меня был, с этого я начинала. И вплоть до интерьеров, подбор декора. То есть такой вот целый спектр пройдено мною. Услуг. Собственно, о себе, наверное, если что-то подробнее захочется, вы можете прочитать. Вот, передаю слово Марии. Мария с этого года наш партнер по поставке всех предметов мебели, света и материалов. То есть она ведет именно раздел комплектации. Вообще работаем мы очень давно. Наверное, с этого года мы объединились с несколькими партнерами и создаем такую структурную внутреннюю работу уже целой командой. Не мы вдвоем с Веронейкой, как это было, привлекая на аутсор людей, а именно у нас уже формируется костяк. Маша расскажет о себе поподробнее. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Мария Шигдемир. Расскажу немножко про свой опыт. Я получила высшее финансовое образование, работала как управляющий директор в компании, занимающейся совершенно разными вещами, как общепитом, так и эко-отелем. Позже перешла на должность коммерческого директора в концепт-стор-лепортман, который занимается скандинавскими брендами. И как раз там влюбилась в дизайн, поняла, что это мне интересно. И неровно дышу именно скандинавскому дизайну. И следующим этапом было основание своей компании, которая называется Chair Collection RU. Эта компания занимается мебелью, комплектацией. У нас есть… Мы представляем несколько марок эксклюзивно. Это турецкие бренды, такие как Parla, Lox. Представляем европейские марки, такие как Антарути, Верджис, Ля Гранха. И комплектуем как общественные интерьеры, так и частные. И с девочками, с Аней и Вероникой мы много пересекались по работе, работали и в этом году решили объединиться, потому что наши принципы работы совпадают. Я тоже за честный дизайн, за понятные бюджеты, за доверительные отношения в работе с заказчиками. Хотела бы показать несколько публикаций. То есть интерьеры, которые мы создаем с Вероникой, это авторские интерьеры. Мы основные идеологи всех этих интерьеров. Подбор материалов, ретектура, все как бы на нас. И наши интерьеры публикуют ведущие журналы, такие как Interior Plus Design, AD, L Decoration. Наши интерьеры номинируют на всевозможные конкурсы, пишут о них в СМИ. То есть это очень высокого уровня проектирования, которое заслуживает внимания. Поэтому я отдельно покажу парочку публикаций, которые вы сейчас видите на экране. Это последняя квартира, которая была опубликована в 2020 году. В 2022-м, Interior Plus Design. Квартира небольшая, 80 квадратных метров, ее бюджет был 15 миллионов. Эта квартира – доказательство того, что это считается средний сегмент, скажем так, бизнес-класс, сегмент не лакшери, не премию. Но там дальше будет еще парочку слайдов про эту квартиру. Это пример того, что даже средний бюджет может играть в интерьере качественно. То есть можно получать качественный интерьер, продуманный, эстетичный, красивый. То есть бюджет – это не залог красоты и эстетики. Залог красоты и эстетики – это головы, которые это придумают. Можно даже с недорогой мебелью, но грамотно подобранной, в грамотно спланированном пространстве, получить конфетку просто. Второй интерьер, который я хочу показать, публикации 2020 года – это ресторан «Гашек». Он находится на Маяковке, это гастрономическое бюстро. Тоже был опубликован в АД. И следующее. Мы, собственно, переходим к теме, что такое честный дизайн и откуда берутся недовольные заказчики. Аня, я тебя перебью на минутку. Мы хотели бы спросить, есть ли тут дизайнеры или тут есть заказчики потенциальные, то есть не наши даже, а просто люди, которые интересуются дизайном. Если не сложно, подняйте руку дизайнерам, потому что мы будем рассказывать о специфике, какие-то говорить, выводы, так скажем, общие. И было бы интересно в конце, может быть, обсудить что-то, есть возможность задать вопросы и сделать дискуссию более живой, так сказать. Может быть, есть кто учится или мечтает освоить эту профессию? И, может быть, есть конечный потребитель продукта, собственно, заказчик или клиент по-разному называют. Ну, я думаю, что… Принадлежите. Еще не определились. Свободный слышатель. Рекрасно для саморазвития. Но мы все, в принципе, потенциальные заказчики, да? Ну да, мы все потребители в итоге, конечные, безусловно. Итак, честный дизайн или откуда берутся недоволенные заказчики проектов? Немножко раскрою, да, что такое дизайн, кто такой дизайнер. На Западе, например, дизайнеру принято доверять. Ну, прям вот тотально доверять. Люди получают специальное образование, получают лицензию, отчисляют налоги. Они без этого вообще не имеют права работать. У нас картинка несколько иная. Многие, да, получают образование. Образование, понятно, может быть разного качества. От училища, от курсов до высшего образования и образования за границей. Но по договорам работают не все. Налоги платят не все. Все мы это знаем. И самое главное, что у заказчика не сформировано отношение к дизайнеру. Одни заказчики уже поняли, что мы за специалисты, как с нами взаимодействовать, с каким запросом к нам идти, какой результат от нас ожидать. А другие заказчики, они еще как бы этого не прощупывали. Именно вторая категория, которая не сформировала отношения, мы от них частенько слышим такие фразы. Вы мне нарисуете картинку, а я там дальше сам. Или вторая фраза. Не, ну я так тоже могу. Я сам, в принципе, все это знала и сделать вообще мне не проблема. И третья категория, не третья категория, а третья фраза, которая тоже очень популярна. Сделайте мне так, как я скажу. То есть, и как правило, именно эта категория заказчиков по итогу оказывается недовольна результатом. И именно эта категория заказчиков найдет какую-то зацепку, куда она может направить свое недовольство и назвать дизайнера шарлатаном, обманщиком и недобропорядочным человеком, в общем-то. Но согласитесь, многие сравнивают, приводят пример со стоматологом. То есть, когда мы приходим к стоматологу, мы не говорим, как ему держать инструмент и как нам вырывать зуб. И уж тем более мы на середине вырывания этого зуба не встаем и не уходим. Спасибо, дальше я сам. То есть, каждый человек, если так сделает, он будет понимать, что весь итог, весь результат такой операции будет лежать на нем, если он выйдет с незавершенной этой операцией. Вот. К дизайну почему-то отношение сформировано зачастую другое. То есть, берется неполный комплект документов, берется только проектирование без авторского надзора, только там чертежи, мебель примерно нарисуйте, я сам подберу. И в итоге результат, конечно же, не тот, который был задуман дизайнером. Вот. Дизайн интерьера – это многогранная и трудоемкая работа. Причем работа нескольких специалистов. Это не только один человек-дизайнер. Это поставщики. Это всевозможные производства по работе с различными материалами. Камень, металл, дерево, текстиль, то есть, пошивочные какие-то. То есть, это огромная работа команды. Вот. И проблема, собственно, на рынке, озвучиваю, в чем заключается, что у заказчика не сформировано правильное отношение к дизайнеру. Что от него ожидать? А дизайнер, в свою очередь, не может вовлечь заказчика в полноценный, полный аспект услуг, полноценный, как бы, заключенный, завершенный. И вот такой вот дисконнект порождает, собственно, обманы на рынке. Так. Следующий слайд. Маша, да, приведет немножко статистики, чтобы было понятно, откуда ноги дальше растут. Да, я хотела бы обратить внимание на специфику российского рынка, потому что в Европе и в США услуга дизайнера – это услуга дорогая. Обычно пользуется ей малая толика заказчиков. И стандартная история такая – продаются квартиры или арендуются квартиры, которые уже сделаны под ключ. То есть, или white box. То есть, уже покрашены стены, есть розетки, чаще всего есть встроенная минимальная мебель, шкафы, кухня, установленная сантехника. И уже каждый покупатель по своему бюджету формирует покупки мебели. Какая специфика, с которой, наверное, все мы сталкивались на российском рынке? Вы получаете, вот у нас, собственно говоря, слайдом стоит такая картиночка, но тут уже даже, да, какие-то уже установлены стены. Вы получаете, чаще всего, бетонный куб. В чем специфика? Что заказчик, не будучи, естественно, экспертом, получает эту квартиру, приходит и говорит, что же делать дальше? Где будут розетки? Какое покрытие использовать? Чем стены красить? И очень часто заказчики, независимо от их бюджета, независимо от того, сколько они готовы потратить на дизайнера или на обстановку в квартире, вынуждены обращаться к дизайнеру. Соответственно, из-за такой большой, поэтому образуется вилка очень большая на услуги дизайнера. В регионах услуги от 500 рублей за квадратный метр, и до 30-50 тысяч рублей за квадратный метр. И, соответственно, сейчас есть предложение рынка Whitebox, но кто работает в дизайне, или даже конечный клиент, наверное, уже сталкивались, что очень много жалоб на качество материалов финальных, на работы. То есть в Whitebox заходишь, начинаешь все переделывать. И, соответственно, также хочется обратить внимание, что на нашем рынке нет стандартной спецификации какой-то, стандартной стандартизации, каких-то общих стандартов. Поэтому, в принципе, образование очень разное, и каждый делает и предлагает разные услуги на рынке. Да, нет четкого состава проектов, утвержденного, то есть нету ГОСТа определенного. Если в больших зданиях мы открываем ГОСТ, нормативы по оформлению даже, не то что по составу, там по оформлению, то есть какие отступы должны быть, что должно быть указано на чертеже, то в дизайне мы видим большой пробел, то есть нет никакой общественной стандартизации и требований к нормативной документации, которую мы выдаем, к технической вот этой документации. Дальше, чтобы понять абсурдность обмана, во что он вообще перерастает, я хочу рассказать реальную историю, которая произошла с нами не так давно. Какой? 2018 год, по-моему, да, мы вспоминали. В общем, это проект квартиры 200 метров квадратных, сделанный изначально не нами. К нам пришла заказчица с проектом почти на 100 листах. 80 листов визуализации в 3D, вплоть до детских игрушек и горшочков с цветами. И со словами «мы не сработали с дизайнером, пожалуйста, реализуйте мне». Мне нужна, собственно, только комплектация. Мы как бы посмотрели проект, в целом все было на местах, вроде бы и чертежи были, и визуализации были. Да, нам стиль не импонировал, мы не работаем в такой вот классике с элементами ар-деко, но поскольку здесь не требовалась какая-то креативная часть, нужно было качественно подобрать в бюджете мебель, согласно визуализациям, и качественно подобрать материалы, фурнитуру. То есть с этой задачей мы вполне могли справиться, и мы как бы с легкой руки согласились. Но дальше что происходило? Как бы волосы вставали дыбом день за днем, и как мы из этой ситуации выбирались, это целая отдельная история, целая отдельная лекция вышла бы. Квартира 200 квадратов, купленная в ЖК на Садовом кольце, ЖК такой премиум класса, суперский. У заказчика бюджет 15 миллионов. То есть мы видели опубликованную квартиру нами, 80 метров квадратных, 15 миллионов. Здесь 200 метров квадратных. Класс жилья выше, чем та квартирка, и у нее бюджет 15 миллионов. Мы так, ну хорошо, видя уже на визуализации, моменты, которые нереализуемы в ее бюджете однозначно. Но дальше, когда мы начали изучать пространство, естественно, мы туда выехали. Мы сделали обмеры, мы начали смотреть технические характеристики этого пространства и начали вскрывать ошибку за ошибкой в этом проекте. Собственно, в чем обман? Вот этих бюро, которые просто как фабрика выдают вот эти потоки визуализации. Первое, что совершенно было ошеломляющее. Например, карнизы в этом проекте были где-то 40 сантиметров, 45 высотой. А реально в объекте окна оказались в потолок. Там был 8 сантиметров всего отступ. И никаких фрамук. Открывание было прямо в потолок. То есть абсолютно было понятно, что во всей квартире заложено решение потолка нереализуемого вообще в этой квартире. То есть технический анализ пространства не был произведен. То есть заблокированы были все окна. Но это какая-то дикость даже. Это было так просто же посмотреть фотографию, даже не быть реально на объекте. И все. И такого решения бы не было. Соответственно, не было проведено элементарного технического анализа. Далее коридоры, например. Ты заходишь и сразу попадаешь в коридор шириной 90 сантиметров. И мало того, под углом. То есть ты ни одну кровать и диван туда не внесешь. То есть у нас коридоры метр двадцать. Ну как ни крути, это даже по пожарным нормам. Третье. Не было проделанной работы со смежниками. То есть здесь нужна скрытая вентиляция. Дом подразумевает именно скрытое канальное кондиционирование. Весь проект был запроектирован с полной высотой потолков, с дверьми под самый потолок. И когда мы начали внедрять вентиляцию, соответственно, все двери поехали, все карнизы мы уже не могли делать. То есть нас позвали на комплектацию, а мы не можем материалы заказать. То есть нам нужно было внедрить вентиляционный проект и заказать материалы и мебель, а мы не можем этого сделать, потому что проект абсолютно не соответствует действительности. Ну и последнее. это бюджет. То есть хотя она говорила, как с ее слов заказчицы, что она озвучивала бюджет, что у нее 15 миллионов. В проекте заложены вот эти самые карнизы, которых нет готовых в априори. То есть 40 сантиметров, 45 вот это падага, вы их не найдете. Их нужно идти и делать на заказ. Либо полиуретан, либо гипс. Это уже цена совершенно другая. Пол. Инкрустация латунью просто по всему, по всей квартире. То есть у нее на один пол вышло бы 15 миллионов. Свет технический. Здесь не видно на картинке, но очень дорогой, который тоже порядка 10, потянул миллионов на 10. Люстра, которую мы видим здесь шикарную в спальне, на тот момент она стоила 5 миллионов. Я могу дальше продолжать, но как бы вы понимаете, да, то есть все, 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 все в этой отделке было заложено, ну тянуло миллионов на 150, 200, но не 15 миллионов. И теперь внимание, проект этого бюро стоил на тот момент 8 тысяч метров квадратные. Вот посчитайте, сколько человек отдал денег за вот этот красивый альбом, который он просто положил в стол. Вот этот обман, он просто повсеместный. Очень много бюро, которые штампуют вот такие визуализации, отдают и не реализуют. Вот, это проблема как бы рынка. Что еще самое интересное? Она хотела уже пойти в суд, потому что мы когда начали рассказывать вот эти все несоответствия, потому что мы не можем работать с этим проектом, его нужно перерабатывать, его нужно адаптировать, его нужно делать реальным. Она уже хотела пойти в суд, а на каждом листе было написано вот приписка, у нас напечатано вот на слайде, что данный проект является иллюстрацией интерьера и служит визуальной рекомендацией к реализации проекта. В случае необходимости она может быть изменена при выполнении строительно-монтажных, сантехнических, электромонтажных работ. То есть ответственность бюро снята полностью за принятые решения. То есть никакой суд, естественно, этот проект бы и не рассмотрел. Вот. Такая вот печальная история. И, собственно, от этого рождается вопрос, да, сколько реально может дизайнер вести проектов? Настоящих, честных, не вот таких. Ну, 10 в год – это вот выше крыши, это если еще работает именно команда. Если работает два человека, два-три, и это уработаться, вот по-русски говоря. Ну, если они по квадратам, где-то 100 вот так вот квадратов, 100-200. Вот. Поэтому, когда заказчик видит в поиске дизайнера, ему не у кого спросить, не у кого посоветоваться, может быть, кто-нибудь порекомендовал, да не у кого. И он идет в соцсети и начинает искать. И если заказчик видит, что дизайнер заявляет 100-1000 проектов в год, это вот проекты, которые он показал. То есть это вот такого уровня проекты. Это деньги в пустоту. То есть это физически невозможно. Как понять, что вас обманывают? Достаточно запросить хотя бы одну публикацию в журнале, потому что журнал тщательно отслеживает. То есть он 3D-шки не допустит. Именно определенные журналы. Либо запросить именно фотографии реализованных проектов, либо попросить побывать на каком-то из объектов. Если вам откажут во всех этих трех просьбах, ну, соответственно, заказчик может сделать смело вывод, что бюро выдаст за оплаченные деньги именно красивую картинку, которую он не сможет реализовать. Вот. И дальше, о чем мы хотим сказать, наше понимание, а из чего же строится честный дизайн, как взаимодействовать дизайнеру и заказчику, чтобы вот такого ужаса не было. Маша дальше продолжит. Да, я хотела бы сказать, что честный дизайн, о чем это? Это, во-первых, дизайнер, который не боится исполнить свои обязательства, обязательно заключить с вами договор, где будет все подробно прописано. Также обязательно будет оговорена документация, которую в конце вы получите, потому что это тоже помогает заказчику понять, что ему нужно. То есть после такого вопроса, какие именно альбомы, что вы хотите получить. И также обязательно будет обозначен бюджет. Этот вопрос в России очень не любят, когда дизайнер спрашивает заказчика, какой у вас бюджет проекта. Но нужно понимать, что это не для того, чтобы максимально потратить ваши деньги, а для того, чтобы понять и использовать правильные материалы и правильную мебель и комплектацию. Потому что если заказчик не понимает бюджет, то грамотный дизайнер обычно спросит, например, про дверь, которую заказчик может себе позволить, про сантехнику, может быть, какие-то отдельные предметы мебели, потому что по ним легче сформулировать свой бюджет. Например, сколько вы готовы заплатить за кресло, сколько вы готовы заплатить за смеситель на кухне, сколько вы готовы заплатить за пол, например. И дизайнер обязательно поможет, даст эту вилку. Да, дизайнер может сориентировать. То есть просто уповать на ответ заказчика не стоит, потому что человек не сталкивается каждый день с рынком. Он может сказать, что за дверь заплатить 100 тысяч вполне нормально, но когда это складывается в полный бюджет проекта, а там еще куча-куча всего, что он даже не понимает, что его ждет, то он может не понимать своих возможностей финансовых. И дизайнер, дорабатывая опыт, зная рынок, он может ему сказать, что дверь может стоить от 30 до 100. И показать, например, примеры своего реализованного проекта, что в этом проекте общий бюджет 15 миллионов, стоимость дверей была такая-то. Сантехника здесь Грое, а заказчик говорит, у меня 10 миллионов, а я хочу Ханс Грое. И тут сразу становится понятно, что Ханс Грое, как бы ему, ну, собственно, он вне бюджета. Он купит этот один кран, но потом будет сидеть без дивана, без кровати или без кухни. Если он, конечно, это готов, да, доставлять дальше в течение нескольких лет, то окей. То есть таким образом дизайнер, как бы, должен ориентировать заказчика, на какой бюджет и на какой уровень претензиозности он может рассчитывать. Потому что, когда человек уже на пороге понимает, что для него пол – это инженерная доска, а не художественный паркет, или его пол вообще там ламинат, а не художественная, а не паркетная инженерная доска, то как бы многие потом вопросы снимаются в работе. То есть задавая определенные решения, дизайнер, работая в бюджете, уже заказчик перестает свои претензии, почему сантехника не та или то не то. То есть происходит работа именно с бюджетом. Что еще хотела сказать? И честный дизайн состоит из технического анализа. То есть понятно, что заказчик, он не может этого проверить. Но если дизайнер заявляет уже в составе проекта работа со смежными организациями, это значит, что уже можно рассчитывать на то, что не будет вот этой нестыковки, что карниз перекрыл окна. То есть этот пункт подразумевает, что дизайнер встроит карнизы, если нужно, для штор. Он сделает кондиционирование, он сделает аудиосистему. То есть все инженерные коммуникации он сделает. Именно вот это кроется за фразой «работа со смежными организациями и подрядчиками». Это очень важный пункт, некий такой ярлычок, чтобы понять, насколько добросовестно дизайнер подходит к проектированию. Что еще? Собственно, честный дизайн. У нас такая вот сводка. То есть мы за разнообразие стилей. Сейчас рынок, слава богу, позволяет сделать и этно, и скандинавию, и какой-то английский стиль, и французский. Ну вообще и эклектику роскошную можно сделать. Выбор огромен. Много очень мастерских, которые могут просто по эскизам, по наброскам воплотить вообще любую идею. Даже если заказчик вдруг у вас художник попался, он вообще может подкидывать кучу идей по отделкам. Поэтому разные стили, разные образования, разный ценовой сегмент. Но чтобы было это все честно и качественно, это четкий согласованный бюджет. Без этого никуда. Это договор, в котором прописаны сроки, прописан полный состав проекта, что получает заказчик. Это реальная спецификация в бюджете. То есть у нас в каждом проекте, собственно, почему мы с Марией плотно работаем, мы на уровне проектирования составляем спецификацию, в которой прописаны все предметы мебели, освещение, ключевой стилеобразующий текстиль, розетки, краны, шторы, если там карнизы встроенные, радиаторы. То есть все, что наполняет интерьер, все, что человек видит на эскизе, на 3D-шке, это отображено в таблице с ценами на момент запроса. То есть вот это называется честный дизайн. И грамотные чертежи с техническим анализом. Как технический анализ понять, делается или нет, я вам сказала маркировку. Вот, собственно, мы за это. То есть это путь к нормальным взаимоотношениям между заказчиком и дизайнером, это путь к качественному продукту, это путь к довольным заказчикам, это путь к довольным дизайнерам. Вот, собственно, нормальный, грамотный подход. Вот, следующее, что мы еще хотели бы вам дать, это такая некая дорожная карта. По сути рекомендации, как дизайнеру, так и заказчику до заключения договора, как обо всем этом договориться. Потому что вот это до заключения договора самый главный путь, который они должны пройти и договориться. Потому что когда вы уже заключите договор, потом договариваться будет поздно. Вот, чтобы не прозвучало, что мы не нашли общего языка. Да? Вот. Маша расскажет. Да, но мы это уже упоминали. То есть для заказчика важно оценить, для заказчика важно оценить, выбрать, во-первых, дизайнера, чьи работы импонируют заказчику. И очень важно убедиться, что это реальные работы, что это не просто 3D-шки. Обязательно посмотреть публикации в журнале. Также можно запросить портфолио. Или в идеале, конечно, сходить на объект, но это по возможности. Это поможет вам не разочароваться, не получить фиктивные, красивые картинки. Но я хотела бы также рассказать историю реальной своего опыта комплектации. Есть готовые 3D-шки. 3D-модели для использования в визуализациях. И есть базы, которые эти модели или продают, или дают бесплатно. И, соответственно, многие дизайнеры ими пользуются. И вот то, что упомянула сегодня Аня, есть такая проблема, что не только бюджет неизвестен на это кресло, но 3D-шки иногда искажают размеры. То есть, например, у вас маленькая квартира, там 8-40 метров, а дизайнер вам ставит кресло. А реально это кресло в американском стиле огромное. И оно займет много места. То есть очень важно, чтобы пропорции были правильные. И вот конкретная история, конкретный мой опыт. Мне принесли красивый проект-кафе. И мебель вся в Фенди. То есть дорогие премиум-классы, Миноти, Фенди. То есть там один стульчик будет стоить 140 тысяч, 150 тысяч. И я как доброкачественный поставщик, конечно, спрашиваю, какой у вас бюджет на мебель? Ты миллион пятьсот. Я говорю, ну мы хотим такие стулья. То есть вот некачественная комплектация рождает проблему подделок. Потому что, конечно, заказчик не обязан знать, сколько стоит это кресло. Стоит оно там 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей изготовлено на заказ или какого-то известного бренда. Это работа дизайнера. Это как раз честный подход. То есть вы понимаете, что готов клиент платить. И вы подбираете. Это может быть дизайнерские вещи. Это может быть просто качественное производство. Именно под размеры, требуемые заказчиком. Это может быть массовое производство. Но никто… Почему те же дизайнеры используют прекрасный винтаж и какие-то зары такого рода бренда. Это все равно качество. Это все равно интересный дизайн. Да. Мы немножко отошли. Я хотела дополнить. Наверное, если бы мне задали сейчас вопрос, дизайнеры… Сама я с этого когда-то начинала. Очень удобно работать с базой. Ты заходишь в 3DD. У вас, если особенно дизайнер, именно моделирует. Он даже не моделирует, а составляет визуализацию в 3D Max или в архикаде. Есть все модели. И он как из библиотеки все выбирает, составляет проект. Вроде, чтобы создать реальный дизайн, это нужно работать с другой базой. Это нужно работать с реальными поставщиками, составлять себе библиотеку в определенном сегменте, что у меня есть 50 брендов, с которыми я работаю, которые точно обеспечат интерьер в полтора-два миллиона на квартиру однокомнатную. Но вот 100%. С другими я даже работать не буду. И не у всех есть визуализации. Но если по принципу честного дизайна пойдут как бы все, мы просто всех в это вовлекаем, дабы поднять уровень дизайна и вообще отношение к этой профессии в нашей стране, то не составляет труда маленькому российскому бренду с тремя стульями заказать эту 3D-шку у визуализатора. И он смоделирует эти три стульчика, которые они запустили. Это стоит, но недорого в сравнении с производством, которое они запустили, вообще и продают. То есть это вообще не проблема. Просто запросов нет. Если они будут как можно чаще, дайте нам 3D-модель, российский бренд какой-то, они, естественно, это будут делать. И мы можем совершенно на другой уровень выйти в коммуникации, как и с нашими брендами, так и с заказчиками. Я еще хотела... Аню перебью здесь. Еще я хотела также отметить, что качественные поставщики, когда для дизайнеров, естественно, заказчики хотят получить хорошую мебель, а дизайнер хочет получить хорошую работу. Все равно это как бы мы на выставке арт плюс дизайн, и я думаю, что это актуально. То есть мы как поставщик, как партнер, или при работе с другими дизайнерами обязательно предоставляем 3D-модели, обязательно предоставляем материалы электронные. Но когда уже доходят до заказа, конечно, и живые материалы и так далее. И очень важно, потому что, например, Open Interiors обязательно прописывает уже отделки предметов. Почему это важно? Потому что есть категория тканей, разное дерево, и это все тоже влияет на конечный бюджет. То есть кресло-вилка может стоить от 50 тысяч до 70 тысяч, например, одна и та же модель. В зависимости, буклета или дерево, уличное, если используется тик, например. Это все очень важные моменты, и те же дизайнеры, которые предлагают качественные услуги, нарабатывают своих поставщиков и работают с ними уже в связке. И поэтому они дают достоверную конечную информацию для заказчика. Так, я хотела бы вернуться к нашей презентации. Собственно, дорожная карта. Как составить взаимодействие заказчика и дизайнера на этапе знакомства и договориться грамотно до заключения договора, что, как, в каком бюджете мы будем делать. По порядку. Первое – это заказчик выбирает дизайнера. Как мы сказали, либо это соцсети, либо это по сарафанному радио. Сарафанное радио – это идеальная история, когда он конкретно рекомендует человека, работы которого люди видели или сами к ним обращались. Если соцсети, то избегаем бюро, которое делает по тысячам проектов в год. Физически невозможно. Просим реальные фотографии, просим попасть на объект, просим предоставить публикации или еще что-то в СМИ. Вообще хоть какая-то одна работа, но должна же из тысяч промелькнуть. Если это не предоставлять, значит, соответственно, к этому дизайнеру нужно задуматься, идти или нет. Второе. При обращении к дизайнеру заказчик может выбрать один из пакетов документов. Вот мы понимаем, что пришел человек, купивший в бетоне, в блоках квартиру, а у него бюджет на все полтора миллиона. И он не может себе позволить полный цикл. И лучше быть, а не казаться, дизайнер может предложить несколько пакетов взаимодействия. Первый, самый простой, это планировочные решения, желательно с мебелью и освещением. Освещение всегда подыгрывает мебельным группам, как мы знаем, потому что покупая бетонную коробку, там ни одной перегородки не стоит. И они уже с этого не знают, что делать, как им организовать пространство. То есть самый простой первый пакет это грамотное планировочное решение. Это уже грамотная помощь клиенту. Второй пакет, естественно, он дороже. Мы его так называем проект отделки. У нас было несколько запросов, и они прошли очень удачно. То есть люди реально довольны. Они купив в бетоне, они понимают, что полный цикл они взять не могут, потому что это дорого. Но у них есть четкое понимание, в какой стилистике они хотят. Показывают сразу референсы, мы договариваемся. И мы создаем планировочное решение со всеми чертежами для строителей. То есть свет, розетки, теплые полы, куда подвезти воду. И туда обязательно входит компоновка санузлов и кухни, потому что это технические зоны. Их сложно компоновать. По сути дела, вот этот проект отделки это тот самый white box на западе, который здесь человек может прийти и заказать. А дальше, получив план с мебелью, светом и все чертежи для стройки, компоновка кухни. И мы сразу говорим, если вы определитесь с поставщиком кухни, пусть это Икея, Мария, неважно, или это немецкая какая-то кухня, мы закомпонуем в их модулях. Если вы не определили, значит мы берем стандартные модули и компонуем. То есть тут у каждого есть выбор, вовремя сориентироваться по кухне, не сориентировался, потом как бы идешь, заказываешь по модулям. И он получает вот этот white box. И дальше уже покупает диваны, стулья, ковры, согласно размерам, которые мы рекомендуем на плане. И у нас успешно прошли так несколько проектов, люди очень довольны. Мы называем это проект отделки. То есть колористику они, естественно, берут на себя. Отдельно были такие моменты, мы договаривались на подбор отделки пола стен потолка. То есть это просто отдельным пунктом. Мы расценивали это. То есть подобрать напольное покрытие и к нему правильную отделку стен, это либо краска, либо обои. И двери. Двери, потому что они завязывают все пространство. Какой оттенок дверей будет. Человек был просто счастлив. Вот правда. То есть он получил вот этот white box грамотный, где материалы красиво сочетаются друг с другом, просто уже стены и пол. И дальше, чтобы он не покупал туда внутрь, оно уже красиво. Оно уже красиво и грамотно спланировано. Третье, собственно, это полный дизайн проект. Это полный комплект чертежей со всеми развертками, со всеми эскизами, с 3D, со спецификацией в бюджете, в которой прописано все, что заложено в проект. Четвертое, отдельная позиция, это декорирование. То есть когда у человека, наоборот, уже состоявшийся интерьер, но он ему морально доел, или купил квартиру с отделкой, которая ему там, какая-то мебель ему не устраивает. И в таком варианте, возможно, замена какой-то мебели, доиграть, переиграть, дополнить искусством. То есть такая работа декоратора. Пятый пакет – это, собственно, авторский надзор и полное сопровождение реализации проекта. То есть есть вот такой комплекс услуг, и в любом бюджете можно человеку предложить, а какую помощь дизайнер может грамотную дать, чтобы не было потом вот этих претензий. Вот лучше не давать этих красивых картинок совсем. Вот дать грамотную планировку, и, ну, как бы, не к котам в мешке, как бы, ну, не давать ему. Пользы будет больше. Ну да, и пользы будет больше, претензий будет меньше. Собственно, все. Вот. Ну и следующий пункт, наверное, тоже я расскажу. Ну, мы немножко повторяем какие-то моменты, но понятно, что в дизайне и в практическом реализации все равно некоторые моменты накладываются друг на друга. Мы уже говорили о том, что прозрачный бюджет. То есть дизайнер поможет заказчику определиться с конечным бюджетом, или желательно, чтобы заказчик определился сам с бюджетом, сколько он готов потратить на ремонт, и какие позиции для него важны. И хотелось бы тоже сказать, что в комплектации, при комплектации, что хороший дизайнер, он немножко и психолог, то есть хороший дизайнер обязательно не просто спросит, какой стиль вам нравится, но спросит об особенностях вашей жизни. Потому что для каждой семьи, для каждого заказчика есть разные приоритеты. То есть для кого-то важна хорошая музыкальная система, для кого-то важна изоляция звуковая. И это все. И, соответственно, кто-то готов платить за классную дизайнерскую мебель, а для кого-то это не важно, но важна какая-то суперсовременная кухня с оборудованием. И, соответственно, дизайнер тоже правильно бюджетирует разные статьи. И поэтому как раз о том, что говорила Аня, что дизайнеры часто не работают полноценно с клиентами. Что мы имели в виду? Что выбор мебели, например, дизайнерской или подделок, это тоже взаимодействие дизайнера и клиента. Потому что многие заказчики не знают брендов. Но им просто хочется, чтобы было красиво, уютно, эргономично. А, соответственно, уже за бренды, которые предложил дизайнер, за то, что было закуплено реально под проект, отвечает дизайнер. И очень часто дизайнеру сложно объяснять заказчику, ну, вот смотрите, это изначально даже часто ошибка проектирования, потому что стандартные картинки поставили, и все. И как бы вот такое давайте купим. А если вы работаете уже в бюджете, то, значит, если вы понимаете, что заказчик готов на какой-то стул бюджетный и так далее, то эту дизайнеру уже нужно провести дополнительную работу. Посмотреть русские бренды, возможно, посмотреть какие-то аналоги, винтаж предложить. Но зато проект будет, а, индивидуальный, и, б, в бюджете. И как раз не будет этой вечной проблемы, фейков, копий. Но это требует дополнительного усилия, конечно, со стороны дизайнера и некое понимание работы с заказчиком, потому что многие заказчики не придают значения, покупают ли они оригинал или фейки. Но я всегда говорю, что это самоуважение в первую очередь, потому что мебель, кажется, ну какая разница, что купил. Но так же, как мы, девушки, в основном не любим все-таки покупать копии сумок, купить копию стула – это, в принципе, одно и то же. То есть лучше купить в сегменте более дешевом, но оригинал. И, конечно, последний пункт – это обязательное заключение договоров. Потому что очень часто мы в электронном виде его получили, почитали, все устраивают, не подписываем. Обязательно подписывайте. Это важно и как для дизайнера, так и для заказчика. Пусть у вас будут подписаны документы. Это обеспечивает вам права ваши, ну не дай бог, что-то пошло не так с двух сторон. Вам не доплатили, вы, вам не доплатили, как если вы дизайнер, заказчику не устроило что-то в работе, есть конфликтные моменты. В хорошем договоре все прописано, не будет никаких проблем. Ну как минимум, обычно указана схема переговоров, до какой момент нужно обращаться в суд и так далее. И это помогает обеспечить взаимоуважение и правовые рамки в работе дизайнера. Потому что, к сожалению, как заказчик страдает, как мы сегодня много рассказывали, но часто так страдают и дизайнеры. То есть им либо недоплачивают, либо прерывают работу в середине процесса без объяснений. И это защитит как раз подписанный договор и заключенные правовые отношения. Вот хотел допомнить, что в договоре главные пункты, чтобы было взаимопонимание. Это прописан пакет, который, собственно, дизайнер, ой, заказчик выбрал состав. Это прописаны сроки, какие этапы, когда ожидать. Это такие очевидные вещи, но частенько они тоже выпускаются. И если есть возможность даже прописать бюджет. То есть был оговорен вот такой-то бюджет. И потом это очень легко соотнести, когда получают люди проект со спецификацией, соответствует ли это бюджету или нет. Тогда уже можно создать какую-то претензию со стороны заказчика. И дизайнеру ориентироваться тоже помогает. Вот. Наш вклад в честный дизайн. Можно ли создать честный вот такой дизайн в демократичном сегменте? Однозначно да. То есть это не такие сложные вещи, ввести спецификацию, делать технический анализ и составлять грамотные чертежи. То есть это все специалисту доступно. Главное, чтобы это было донесено до заказчика. Чтобы вы получили грамотный проект, нужно сделать вот это, вот это и вот это. И мы за честный дизайн у нас участились запросы именно в эконом-сегменте. То есть делайте нам интерьер, ну пожалуйста, ну попроще, можно попроще? У нас просто бюджета нет, но мы хотим как бы дизайн, ну интерьер продуманный. Мы сами не можем. Ну как бы сделайте нам. Как вот нам удешеветь? И мы с этого года, прямо почему мы объединились с несколькими партнерами, чтобы запустить как бы такие потоковые проекты, не индивидуальные, которые у нас 2-3 в год, а именно потоковые эконом-класси. То есть мы запустили такое подразделение Open Life под кураторством меня и Вероники. То есть мы отбираем бренды, составляем каталог брендов, с которыми может работать дизайнер в эконом-сегменте. То есть человек, приходя, заказчик, у него не миллион вариантов, у него нет полгода поисков, у него обычно вообще сжатые сроки, надо срочно заехать в эту квартиру, потому что он живет там на съемной. Ну как правило, да, вот в эконом-классе мы такое часто встречаем. И когда мы говорим, что мы работаем, вот у нас 50 брендов, с которыми мы работаем, 50 поставщиков, мы ими комплектуем, они в бюджете эконом-класса, это колоссально экономит время. Это первое. Второе. Технический анализ, грамотные планировки, это как бы на нас, без этого никуда, это залог правильного реального проекта, который будет реализован. Третье. Полный комплект чертежей в соответствии с пакетом, который человек выбрал. Он может планировку выбрать, может полный проект выбрать. Собственно, вот эти все постулаты, которые мы прописали, что значит честный дизайн, они все заложены здесь. Но просто ограничен список брендов, эти бренды в определенном сегменте. Да, не у всех есть 3D, но дизайнеры, которые сейчас у нас уже пришли в штат и делают несколько проектов, они не работают в 3D. Это по крайней мере у нас сейчас так. То есть это либо калажная техника, что мы допускаем, потому что в эконом-классе у нас нет каких-то супериндивидуальных вещей. Красивый цвет стены, грамотная, подобранная отделка дивана, и этого достаточно, чтобы все это просто симпатично было. Поэтому калаж можно, можно ручной эскиз, не обязательно 3D. Хотя, если к нам придет, конечно, дизайнер, который работает исключительно в 3D, мы пойдем запрашивать у наших вот этих 50 поставщиков, пожалуйста, сделайте нам 3D-модели. И я почему-то уверена, что это не так сложно сделать. Это доступно по деньгам это создать, и мы дальше будем развивать это направление. Называется это Open Life, как я сказала. Собственно, если вам интересно вообще это направление и вообще деятельность Open Interiors, сможете у нас посмотреть в соцсетях. Вот ники прописаны. Сайт пока на редизайне, то есть если вы забьете, у вас там пустая пока страничка будет. Вот, можете написать нам на почту, и мы можем выслать там наши пакеты, из чего они состоят, да, состав проектов именно по пакетно. Вот, и какое предложение, собственно, от Open Life идет. Поэтому рады и сотрудничеству, и совместной работе, и вообще рады всех пригласить в честный дизайн, потому что это качественно повысит уровень комфорта всех. Это будет касаться всех. Вот, чтобы жизнь была в радости и в комфорте. Все, спасибо большое. Будем рады ответить на вопросы, на любые, подискусировать. У нас еще чуть больше 15 минут. Рассказать что-то поподробнее про контент-интерьер можем. Ну, я хотела сказать тоже как заключение такое, да, не бойтесь обращаться к дизайнеру, потому что на самом деле я как бы тоже в дизайне, но я косвенно, да, то есть мы поставщики, мы больше занимаемся мебелью, там, подбором материалов, заказом и так далее, да. Я сама использовала как привлеченного дизайнера, не open-interiors, но как бы это был более бюджетный объект. Но однозначно, что я хочу сказать, что если вы найдете своего специалиста, однозначно вы будете повторно к нему обращаться, потому что даже перед декорированием квартиры с использованием дизайнера на самом деле обойдется вам дешевле, чем вы думаете. То есть это не значит, что вы заплатили деньги и получите красивые картинки. Хороший специалист порекомендует вам, во-первых, правильные материалы, во-вторых, правильных поставщиков. То есть у вас будет громадная экономия времени, потому что на самом деле скорость жизни сейчас очень большая и погрузиться полностью в дизайн. Сейчас также на российском рынке представлено очень много новых российских марок, брендов. Частично они представлены здесь, но это направление тоже развивается. И тоже, конечно, современные дизайнеры постоянно обновляют информацию, ходят на все выставки. То есть вам дадут не только просто какую-то услугу, но и дополнительные знания какие-то, облегчая вам жизнь. Если, конечно, есть вопросы, мы с удовольствием ответим или подискусируем, может быть, есть какие-то больные темы. Сейчас вам микрофон. Микрофон вам подадут? Наверное, в первую очередь, как бы то ли сайт создать, то ли какой-то, не знаю, портал, чтобы потенциальные заказчики туда заходили и как бы сами… И выбирали рекомендованных… Не то, что выбирали. Например, заказчикам очень трудно найти общий… выйти на тот уровень, который, в принципе, уже техзадания оформил. Потому что плывут, во многом сами не знают, что они хотят заказать. Сперва у них одни требования, потом они начинают рекористрироваться и считают, что так и надо. И как бы могут свои желания… Менять. Поменять. И потом еще оспаривать. И очень трудно даже с ними договор определенный заключить. Но просто прийти к какому-то консенсусу потом очень трудно бывает. Вот сейчас расскажу. Очень большой такой вот аспект, который вот надо как бы и заказчика образовывать. Вот в этих… Да, у нас есть образовательная миссия абсолютно. Вот как бы это вывести на такой вот уровень, общий какой-то портал, чтобы куда могли зайти, образовываться. Такие порталы есть. Именно где база с дизайнерами, да? Ну, это с дизайнерами. Да, с дизайнерами. А вот потенциальных заказчиков, чтобы они понимали… Знаете, как у нас строится взаимодействие? И у нас получается эффективно понимать заказчика. Первое, когда мы составляем бриф, мы просим описать образ жизни очень подробно. И даже уже на этом этапе некоторых заказчиков очень сложно отключить от мышления предметами. Они просто начинают говорить, я хочу здесь стол, здесь, наверное, стул, а тут, наверное, кровать, а там, наверное, спальня будет. И вот этот момент, самый первый, самый важный, это вовлечь его, чтобы он абстрагировался от мышления комнатами и предметами, а начал рассказывать о том, как он живет, что он делает, что он любит, как он любит это делать, какие предметы он для этого использует. Они все выходят на этот разговор. Но вот это вот первая уже задача дизайнера как психолога, вовлечь его в этот разговор. Если получается, другого варианта нет, на самом деле, успеха не будет у проекта, потому что у него по мере продвижения будут меняться желания, он сам не будет понимать, откуда ноги растут. Расскажите по опыту. Вот я вот рассказываю сценарий. С первой, второй, третьей встречи вы выходите на такой уровень понимания. Какой интервал у вас? Это все равно происходит с первой встречи, но это может происходить целый час. То есть, когда я прям прошу меня услышать, расскажите, во сколько вы встаете. Вы спите в темной комнате или нет? Вы завтракаете одна или завтракаете семьей? Вы готовите или вы заказываете еду? Где вы читаете? В кровати или в кресле? Вы читаете в тишине или фоном идет телевизор у мужа и вам нормально? И так далее, и так далее, и так далее. Где вы наносите макияж? Ну, то есть, вот просто тотально все. То есть, мы разбираем по полочкам сутки, выходные, будни, то есть, как человек живет. И если он уже вдруг начал об этом рассказывать, то есть, наконец-то, он у него переключился, вот этот тумблер, то дальше только успевай писать. Да, это хорошо. Но очень трудно выйти на этот аспект, потому что они к тебе относятся уже потенциально. Ну, вот это первая задача. Помогает приводить свои примеры, как я люблю проводить время. Ну, то есть, это первый залог на успех. Разговорите вот именно на эту тему. Заказчикам нужно иметь какой-то такой вот портал, куда они должны заходить, и самообразовываться в этом плане. Как вот, ну, что от них требуется в работе с дизайнером. Чтобы они даже вот психологически как-то были настроены уже на ту волну, которую нужно. Но мы для этого, кстати, запустили Инстаграм, который в силу семейных обстоятельств вы перестали вести, именно для того, чтобы человек зашел, почитал и уже понял, что от нас ожидать. Да. Какие вопросы, где ты просветился. Это очень помогло, правда. То есть мы направляли людей на наш Инстаграм, люди читали, и уже ряд вопросов просто снимался, они уже раскрывались быстрее. Надо это разбивать в таких больших масштабах, теоретической прогрессии. Можно я завершу вот эту тему, из чего состоит грамотное составление брифа, чтобы вот это взаимодействие наладить. Первое, что я сказала, разговаривать об образе жизни. И мало того, всегда заказчику говорю, мы можем предложить такой вариант планировки расстановки мебели, который вы даже не представляете. Вы просто вот такого даже не видели нигде, потому что у вас такого опыта нет. Главное рассказать об образе жизни. Второй момент, что мы делаем, мы просим заказчика подобрать референсы, но мы предлагаем свои ресурсы, мы предлагаем свой Пинтерест, мы предлагаем свои подборки интерьеров, которые мы уже отобрали, которые для нас ценные с точки зрения грамотного зонирования, с точки зрения художественной какой-то ценности, материалов. И заказчик именно по нашим ресурсам начинает смотреть, а что ему нравится. Третий этап. Он отобрал вот эти референсы. Мы садимся и обсуждаем, а что он в них видит. Потому что один видит стул, другой видит стену, третий видит, как окно оформлено. То есть мы, мало того, мы разговариваем и тут же под каждой картинкой, под каждым референсом мы фиксируем, что импонирует здесь заказчику, а что очень резко отталкивает. Эти все референсы прикрепляются в бриф, то есть в техническое задание, прям со всеми этими подписями. Заказчик еще раз просматривает. Да, да, все верно. И когда мы начинаем уже работать, мы на фоне того, что ему понравилось или не понравилось, мы еще дальше подбираем свои решения. То есть мы посоставляем план и еще составляем целую папку, как можно решить разные зоны согласно тех референсов, которые ему импонируют, согласно тех моментов, которые ему импонируют. И получается очень быстрое взаимодействие. Здесь дизайнеру очень сложно прочувствовать вот это. Это правда. Да, уловить вот это. Скажите, а по времени у вас сколько занимает? Вот сколько встреч? У нас долго. У нас именно составление брифа и технического задания, мы уделяем большое время на это. Мы можем две недели составлять вот так вот. И сколько встреч при этом с заказчиком? Мы можем вообще физически не встречаться. Мы можем это онлайн по Zoom делать. Постоянно, при постоянном общении, да? Да, и это именно не так, что мы отправили бриф, он запомнил, мы получили. Нет, мы созваниваемся по Zoom, мы листаем эти референсы, мы обсуждаем и вписываем, то есть прямо в онлайн общение. Две недели, да? До полумесяца, месяц. Да, да. Две недели-месяц – это составление договора, брифа, то есть составление, обозначение договоренностей наших. Ну а потом дизайнеру, конечно, задача проникнуться характером интерьера, который выбрал заказчик. Заказчик никогда не выберет стиль, он вам не скажет, сделайте мне митсенчери. Он вообще не знает, что это такое. Но он как бы улавливает на референсах определенные фактуры, определенные линии. Кому-то угловатые нравятся, кому-то округлые, да? Кому-то светлые, кому-то темные, кому-то контрастные, кому-то цвет, кому-то живопись нужна. Кто-то вообще ее не любит. Чистые стены, пожалуйста, мне. И стеллаж не надо ставить, потому что это пылесборник. Ну, в общем, и когда вот это все-все-все собирается, вот приступив к работе, сконцентрироваться и уловить вот эти все нотки, которые заказчику нравятся, не привязываясь к стилю. То есть, когда вычленяются вот эти моменты, фактуры, формы, то уже становится понятно, а в какую оболочку-то можно оформить, к какому вообще стилю можно привязаться. Все равно, чтобы самому дизайнеру-то в мыслях не потеряться. Или митсенчери, или ардеко, или конструктивизм какой-то, или скандинавский. Потому что уже по этим референсам будет понятно, что импонирует. Вот мы вот так вот строим работу, тогда и так вот получается. Хорошо, спасибо. Ну и Open Interior сделает очень аутентичный интерьер. Вы, наверное, посмотрели, если это использование и много каких-то разработанных, заказанных предметов дизайнерами. Больше половины, да. Да. И также это арт, какие-то объекты, винтаж, да, то есть это такой микс. Ну да, мы любим винтаж очень, потому что это всегда харизматичные предметы, они задают такой живописный эффект в интерьере. Сочетаем их с индивидуальной мебелью, то есть все встроенные шкафы, и не только отдельно стоящие, какие-то комоды. В ресторанах мы стулья сами придумывали, делали экспериментальные образцы на фабрике, чтобы пробовать на них сидеть. Вообще комфортно нет, потому что стул не каждый дизайнер придумывает. Стеллаж еще, да, это лишь шкаф, а вот стулья – это эргономика. Диваны по нашим эскизам, кровати. То есть если взять квартиру, которая последняя была опубликована, там, наверное, 70% всего это индивидуальное изготовление. Ну, это и заказчик, не эконом-класса, да, это все-таки, как я назвала, бизнес-класс. И у нас были на это деньги, бюджет, да, и было время для того, чтобы все это создавать. Когда это эконом-класс, и на проект два месяца об индивидуальных предметах мебели, ну, как бы речи быть не может. Это компоновка, комплектация готовыми изделиями, вот, чтобы убыстрить процесс и проектирования, и реализации. Вот. Мы ждем еще один вопрос. Есть три минуты. Скажите, пожалуйста, по комплектации. Вы, наверное, переориентируетесь в последнее время? По срокам же много получается. Какие вот по срокам оттяжки идут сейчас? По доставке? По срокам, да. Ну, на самом деле, есть часть стран, которые сейчас не работают с российским рынком, да, это там скандинавские в том числе страны, но есть часть стран, которые с удовольствием работают. Это Европа, например, Италия, Испания, Турция, какие-то Франция тоже в основном работает. По срокам. По срокам очень много зависит от производителя, потому что транспорт удлинился, но все-таки нужно ориентироваться на производителя. Но обычно два-три месяца реально привезти уже предметы на объект. Два-три месяца. Вот. Ну, так как мы работаем с ресторанами, у которых срок вчера, нет срока завтра, то у нас есть партнеры, там, турецкие, которые ранее мы привозили за месяц, за полтора месяца, сейчас до двух месяцев привозим стулья. Это в два раза, да, увеличилось? Ну, где-то в полтора точно увеличилось, да. Ну, и добавились риски, потому что сейчас изменились, изменились вот эти все маршруты транспортные, есть какие-то изменения значимые. Сейчас фуры ходят на паромах из Турции, если не по воде, контейнеры. И, соответственно, конечно, зависим от погоды, зависим от приняли-не приняли корабль, вот, сидим-ждем. А вы вектор свой в сторону Китая не направляете еще? Есть какие-то деловые? С ними трудно, как бы, договориться, но есть какие-то. Ну, Китай очень разный, есть Китай такой, ну, условно, масс-маркет, даже ширпотреб, да, а есть Китай, на рынке Китая очень много высококачественного дизайна, но который довольно дорогой. И плюс логистика, он получается просто золотой, то есть он получается даже дороже, там, дорогой Талии и так далее, потому что все-таки вот эти связи уже налажены. И специфика Китая, что сборный груз, конечно, идет тоже, но все-таки он более дорогой, чем, например, сборный груз, там, Турции или Европы. Я просто слышала, что у них там какие-то именно припоны в другом плане, что они как-то там договорами и все остальное. Да, там есть, во-первых, нужен за китайским, ну, я не специалист, как бы, но в любом случае, естественно, мы сталкиваемся, да, все-таки, может быть, кто-то более грамотно именно про Китай расскажет, но в Китае есть специфика, во-первых, а, должен быть постоянный контроль, должен быть сотрудник, присутствовать на территории, да, потому что много историй, когда отгружают, образцы показывают хорошие, красивые, отгружают совсем не то и не совсем не в том. Ну, то есть, я слышала истории про пустые холодильники, да, шкаф, вот холодильник, но без начинки, да, ну, отгрузили, холодильник, холодильник, вот. и также именно бренды люксовые, да, с китайцами не так легко работать, начать работать, то есть, есть определенный порог, как зайти именно к поставщику и так далее, то есть, это очень часто требует либо какой-то длительного, все-таки, это Азия, это специфика мышления, специфика настройки бизнес-контактов, вот. Ну, а так я хотела тоже сказать, как раз… Я больше скандинавскими брендами работаю просто, поэтому… Ну, мы работаем, по сути, совсем, да. Ну, с Китаем мало. С Китаем, да, но у меня, у меня лично нет предубеждения, то есть, я не думаю, что страна это залог качества или некачества, потому что вот по нашей специфике мы много работаем и с общественными пространствами, возим разного качества продукцию, но мы сталкивались с не очень качественной Бельгии и так далее. И нужно понимать, сейчас в современном мире бренд, если вы покупаете Италию, это не значит, что вы покупаете Италию, если вы покупаете Нидерланды, это не значит, что вы покупаете Нидерланды. Сейчас очень много производят в другом месте и перепродают, даже не перепродают, а производят для своего бренда, да, и поэтому как бы страна не обуславливает качество. Например, Нидерланды, они очень большие перекупщики, и вы покупаете нидерландский товар, но он будет произведен в Китае, или в Азии. И при том это не всегда будет заявлено официально самим производителем. И как комплектатор и как человек, который общается много с фабриками, нужно понимать, что датская мебель и шведская мебель, она очень часто производится в Литве или в Латвии, потому что человек сейчас в Дании, он стоит космических денег и там нерентабельно, экономически не обусловлено изготовлять там мебель. То есть это очень-очень много нюансов, но это как такой маленький закрытая коробочка, то есть как бы это не выносится обычно на конечным заказчикам. Конечно, всем хочется думать, что вы купили датский стул, но как бы это добавляет ценности. Но, конечно, дизайн, эстетика, эргономика. Датские бренды, например, итальянские, там один стул два года в разработке держат. И мне кажется, что сейчас очень здорово, что из-за каких-то там экономически-политических, в том числе, ситуаций, российский дизайн, ну так немножко его подтолкнули. И очень здорово, у нас закончилось время, да, мы договорим, но очень здорово, что сейчас уже есть, а, вот то, что вы говорили, есть интерес, все-таки есть у заказчиков уже интерес к дизайну. Это уже не такие жестокие 90-е, вот дайте мне золотой унитаз. Мне кажется, уже люди образовываются, много выставок, вот как мы сегодня выступаем, большая красивая выставка, где можно посмотреть много всего. И сейчас в Москве очень много уже выставок дизайна, как на уровне музейных экспонатов, да, где это коллекционный дизайн, так и какой-то уже масс-маркет, который выпускает изделия. Есть также поставщики, которые привозят винтаж или находят винтаж русский, которых можно тоже купить, его обновить, там, перебить. И мне кажется, этот рынок развивается, и здорово, что можно уже в более бюджетном сегменте сделать все равно красиво и здорово. Вот. Спасибо большое за ваше внимание. Да, благодарим. Приглашаем всех в честный дизайн. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры подогнал «Симон»